Динамо В том сезоне «Динамовцы» оказались сильнее всех и стали первыми чемпионами страны. Команде победительницы вручается почетный приз. Московская «Динамо» – чемпион страны по канадскому хоккею. Следующая победа пришла к «Динамо» нескоро. Второе чемпионство удалось завоевать только в 1954-м. Аркадий Чернышев уже не играл, а занимал полноценную должность главного тренера. Из 16 игр того сезона «Динамовцы» выиграли 15. Главные конкуренты из столичного ЦДСА уступили нам 3 очка. Но дольше всего «Динамовцам» пришлось ждать третьего титула чемпионов страны. Почти 40 лет без золотых медалей. Дважды сильнейшие в кубке, но в чемпионате только призовые места. Это было непростое время, но «Динамовцы» не сдавались. Семья была. Не выделяли кто-то. И москвичи реки, и с Кировской, и с Шелябинской области, и с Новокузнецкой. Все одна семья была. Вот одна семья – это еще раз доказывает, что всегда команда «Московская Динамо» была эта команда. Этот командный дух. Ну, я могу сказать, для меня «Динамо» – это родной дом. Я думаю, что после родного дома в Кирове и Шелябинской, это мое счастье, что я попал в «Московскую Динаму». Сезон 89-90 для «Белоголубых» значил больше, чем просто победа. Это было возвращение на вершину, о котором мечтали многие поколения «Динамовцев». Наиболее запоминающийся момент – это как раз завивание, звание чемпионов Советского Союза. В 90-м году, после длительного перерыва, и с тех пор, как говорится, поколение хоккеистов «Динамо» несет достойно, достойно несет лидерские позиции в хоккее. Удержаться на первом месте чемпионата было непросто. Но именно в начале 90-х в «Динамо» выступают будущие легенды мирового хоккея. Каждый сезон в составе нашей команды появлялись игроки, обладающие духом победителей. В итоге, вплоть до 1995 года, «Динамо» еще четыре раза выиграет чемпионат. Продолжить золотую серию «Динамо» удастся в 2000 году. Талантливая молодежь под руководством одного из самых целеустремленных тренеров современности. Химия, о которой мечтают во всех спортивных командах, тогда сделала свое дело. Спустя пять лет «Динамо» вновь завоюет золотые медали. Это была не просто команда звезд. Это была сама команда звезда. Их ставили в пример и мечтали иметь у себя такой же подбор игроков. Тот состав «Белоголубых» был обречен на победу. У него просто не было конкурентов. В том сезоне, наверное, игры 3-4 всего проиграли, наверное, за весь сезон. То есть хорошо играли. Клуб, который меня воспитал, и все, что я умею делать, наверное, в хоккее, это медали там. Начиная с моего первого юношеского тренера из юниоров, это Виктор Николаевич Курбилк. И заканчиваясь всеми людьми, с которыми я работал. Стоит сказать, что какой бы кубок ни вручали в нашем чемпионате за победу, «Динамовцы» всегда поднимали его над головой. Уже в континентальной хоккейной лиге наша команда завоюет два титула чемпиона. Обладатели Кубка «Гагарина» сезонов 2012-2013. Сказочное мгновение нашей истории. Есть кем гордиться, есть чем гордиться. И надеюсь, что так же будет все в дальнейшем. Хоккейный клуб «Динамо» поздравляет всех с юбилеем. Это общий праздник для всех, кто считает себя «Динамовцем». Субтитры создавал DimaTorzok